Ватикан и масонство. Вот я задам конкретный вопрос Владимиру Ткаченко Гильдебраду, а он нам попробует на них ответить. Володя, здравствуй, я рад тебя видеть. Приветствую, приветствую, дорогие друзья. Надеюсь, вы все в добром здании. Вопрос. Вот, ну, насколько я знаю, я небольшой специалист, но Ватикан как-то масонство воспринял не очень хорошо изначально. По-моему, в 1734 году было специально даже было Папы Римского относиться к тому, что если, значит, там, ну, христиане, католики будут вступать в масонские ложи, то они будут там дать отключение от церкви и всего прочего, там, и прочих карх, они должны было бы там обрушиться. Ну, я не буду говорить про противостояние, про корни этого противостояния, про, там, создание ордена иезуидов в ходе контрреформации, потом, значит, как с этим боролась, там, я не знаю, там, английская разведка, интеллигент сервис, да, с Фрэнсом Олсенгемом и всем прочим. Ну, корни есть противоречия определенные. И у меня сложилось такое впечатление, что, в общем-то, это две такие, ну, группы, что ли, скажем так, Ватикана, и в данном случае масоны, как представители англосаксонского, да, такого доминирования. Они находятся в, ну, в таких противоречиях достаточно сильных, внутренних, экзистенциальных, скажем так, да, во взглядах на мир и на руководство этим миром. Поэтому мне сложно сказать, если там какие-то внутренние взаимосвязи или сотрудничество, нет, в качестве интересов, наверное, на каком-то определенном историческом этапе могут возникать любого рода альянсы. Но все-таки в глубинах своих смыслах, да, то есть в глубинном понимании того, что они делают, мне кажется, что там этого нет. Но я не буду свое мнение тебе навязывать. Это у меня вопрос, скорее всего. Как ты видишь вот это вот, не то, что взаимодействие, а, как бы сказать, роль, скажем так, одного и другого таких достаточно сильных проектов масонского и ватиканского, вот, на мировой арене. Пожалуйста, тебе слово. Да, здравствуйте, мои дорогие друзья. Ну, я прежде всего хочу сказать, что если вот Александр Горонович упомянул орден уязвитов, то удивительным образом еще в годы своей юности основоположник этого ордена, Игнатий Лайола, принадлежал к секте Аломбрадос. Была такая протестантская секта, ну, нам всем известно, да, что 16 век – это был век протестантизма, да, утверждение протестантизма в Германии, 97 тезисов Лютера. Ну, и вообще, понятно, что протестантское движение, оно раньше немножко зародилось, это, наверное, все-таки 14-15 век, оно просто вышло наружу в это время. Так вот, он принадлежал к секте Аломбрадоса, а секте Аломбрадоса – это не что иное, как по латыни «Иллюминатор». Удивительно, да? Вот. Ну, потом все понятно, да, он создал вот этот вот орден уязвитов, где, наверное, использовал, как нам представляется, все то, что он получил в различных тайных обществах, которые были в Испании, имели место быть в Испании. Как раз вот в шестнадцатом столетии, ну, в начале шестнадцатого столетия, в первой трети шестнадцатого столетия, вот. Ну, масонство, как известно, появилось уже, как такая организованная сила в начале восемнадцатого столетия, да? Ну, и тут же Ватикан 1738 года была, была знаменитая папская, осуждающая масонство. Ну, действительно, они сразу, ну, тут надо опять же понимать, что римская католическая церковь, она, в общем-то, не единая, да? Она единая в вероучениях, там, ну, римская католическая церковь, существовавшая во Франции, например, да? И существовавшая в той же Австро-Венгерской империи. Ну, это две большие разницы, потому что уже тогда, на тот момент, французское духовенство было подвержено именно либеральным и масонским идеям. Ну, поскольку либерализм тогда, как нам известно, он шел через масонские ложи, да? Многие аббаты в восемнадцатом столетии, при Людовике Пятнадцатом, они были как раз, состояли и возглавляли даже масонские ложи. Ну, известно, что в тридцати ложек, ну, это достаточно большое число, с учетом того, что во многие ложи входили не по одной сотне человек, а многие ложи входили до пятиста человек, триста, да? Ну, огромные-то организации были, вот. Я даже удивляюсь, как они организовывали свой масонский ритуал, потому что, когда много народу, очень сложно уже, да, ритуал организовать, нежели в той ложи, ну, в которой, скажем, двадцать-тридцать человек. Ну, это все камерно, это все нормально, а вот двести-триста человек, это же очень сложно, вот. Тем не менее, они возглавляли эти ложи, будучи достаточными мастерами. И, кстати говоря, ведь вот квазикоммунизм восемнадцатого столетия, он вот именно появился, я бы так сказал, может быть, это будет оксимароном в масонской католической среде, потому что вот французские аббаты, многие из французских аббатов, у них были вот такие квазикоммунистические воззрения на жизнь. Возьмем даже того же аббата знаменитого Мабли, да, который написал, у него есть свои очерки по истории цивилизации, и, кстати говоря, значит, несколько томов у него по истории как раз вот экономической жизни Юго-Восточной Азии, вообще в Азии, вот. Ну, такой вот был энциклопедист, конечно. Ну, естественно, энциклопедисты в эпоху просвещения все были масонами, вот. А как известно, эпоха просвещения – это вот как раз эпоха торжества либерализма, ну, в том виде, в котором он тогда существовал, да. Нам сравнивать нынешний либерализм с либерализм восемнадцатого века все-таки не приходится, да, поскольку тот либерализм, он зиждился как раз на традиционных ценностях. Это здесь надо особо подчеркнуть. Это нынешний либерализм уже, он такой вот, это уже вырожденчество, значит, из либерализма, вот. И, соответственно, видите, хотели они того или не хотели, да, но по большому-то счету, вот, великая французская буржуазная революция, она как раз готовилась в недрах масонских лож. Но я это говорю, в общем-то, достаточно такие, да, хрестоматийные истины, вот. И, ну, кстати говоря, вот мы со слушателями факультета высшего управления рассматривали вот вопрос, да, тогда во всей Европе были институциональные религии, понятно, да, в Англии это англиканство, в римско-католических странах, это римский католицизм, у нас в России во времена Екатерины Великой, это, естественно, греческое православие, да, или греко-кафолическая православная восточная церковь, это будет правильное, наверное, название вообще нашей церкви, вот. Вот, а в США-то не было, вот, когда в США никакой, видите, институциональной религии, правильно? Согласись, Александр Гаронович, вот в США, когда были основаны, это же десятки, сотни сект, вот, в рамках того же кальвинистского христианства, ну, протестантизма шире возьмем, да, там не только кальвинисты были, там были лютеране, там были англикане, это нынешняя епископальная церковь, ну, католики, да, но у католиков стало больше попозже, когда, в общем-то, стали там селиться ирландцы в огромном количестве, но, тем не менее, это же десятки, сотни сект, да, ну, известно, что штат Пенсильвания, откуда, кстати, родом нынешний президент Джора Бинетт Байден происходит, это, видите, это леса Пенса называется, Пенс был знаменитым квакером, сектантом, вот, это направление было, направление уже, значит, ушедшее от англиканства, уже от кальвинистма очень далеко, там, через вторую, третью степень, да, ну, секты, когда делятся, то есть, уже сложно проследить даже генеалогию, скажем, этого, ну, в общем-то, от англиканства или от пресвятарианства, но уже удалившись на вторую, на третью степень, вот, это леса Пенса, эти леса были ему дарованы, вот, так вот, институциональный, я считаю, может быть, это покажется парадоксом, а институциональной формой религиозности Соединенных Штатов стало франкмасонство, оно стало институциональной формой, потому что в одном каком-нибудь городке, ну, в любом городке на Среднем Западе, на Востоке, в любой город какой ты не приезжаешь, я уж не говорю, там большие города, как Нью-Йорк, Филадельфия, там всегда в центре был масонский либо темпл-храм, либо масоник-хаус, это известные вещи, вот, достаточно, да, и, как правило, сейчас это уже мемориальные, поскольку американская история достаточно короткая, да, мы как-то шутили, буквально шутили вчера, позавчера на лекции, что Российской Академии наук 300 лет, а Соединенным Штатам всего 246 лет, да, то есть, ну, вот, действительно, и поскольку надо было, ну, люди разных сект, разных христианских сект на тот момент, они, естественно, находили общее, вот, масоник-хаусы в Америке, масонских темпах, масонство сыграло именно эту роль, более того, невозможно переоценить роль знаменитой французской ложи девяти сестер, это, в эту ложу входили выдающиеся люди, я могу назвать Вольтера, энциклопедистов, Даланбера, я могу из американцев назвать Джефферсона, вы можете посмотреть членов этой ложи, это просто ложа, состоявшая из выдающихся людей, так вот, я считаю, что вот эта ложа, она как раз и была протагонистом, вот, американской институциональной религиозности, девяти сестер, вот, ну, соответственно, мы знаем, что масонству принадлежал и первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон, да, известное изображение Джорджа Вашингтона с масонским запанным и мастерком, да, запанным и мастерком, вот, вот действительно, да, значит, так, это то, что касается Соединенных Штатов Америки, но мы уже сказали, допустим, 18 век масонства, вот те же католические страны, например, да, известно, что выдающийся немецкий католический композитор Воберт Амадей Моцарт, он тоже был масоном, да, он тоже был масоном, причем писал на масонскую тематику, ну, например, «Волшебная флейка», «Волшебная флейка», да, пожалуйста, это в чистом виде франкмасонское произведение, в чистом виде франкмасонское, кстати говоря, написанное, написанное, опять же, по роману, в трех томах был этот роман, французского аббата Террасона, аббата Террасона, то есть на тот момент аббаты французские, представители Рижской католической церкви, Кюре, они писали на масонские темы, тоже надо отметить, допустим, еще что хочется сказать, предположим, если масонские вот эти вот папские энциклики, они несколько раз, по-моему, три энциклики мы знаем в 18 столетии, да, одну первую энциклику 1738 года была, вот, ну, так называемых сборищах вольных каменщиков, или Риблия в мураторе, ну, и были еще две энциклики на протяжении, они никак не влияли и никак не действовали на священство тоже Франция, да, ну, поскольку Франция себя всегда, французская церковь, она считалась, во-первых, Франция это первая дочь матери церкви, и, ну, считалось, что при разных королях французских она могла быть либо более римско-католической, ультрамонтанской, либо более галиканской, скажем, да, значит, ну, ориентирующейся на свои правила, да, ну, в тех же канонах, например, там, галиканской церкви, вот, и, соответственно, они даже франтировали с Ватик, ну, тогда это было Святой Престол, да, Ватикан это появился уже при Муссолини, по сути, они фронтировали со Святым Престолом, и, соответственно, папа выпускал энциклики, а тем не менее французские кюре, французские аббаты в огромном количестве присутствовали, как в Великой Ложе Франции, ну, это первое послушание, так и появившимся уже потом на ее основе, это в Великом Востоке Франции, да, вот, это два самых таких вот старинных послушания масонских, поэтому они там присутствовали, не особо, ну, наверное, обращали, но не особо обращали внимание на папские энциклики. Вот такая же ситуация была, между прочим, и в Австро-Венгерской империи, где было очень много франкомасонских лож, и, кстати, к одной из этих лож франкомасонских принадлежал известный реалист, между прочим, да, я его имел честь переводить, долгое время проживший в Санкт-Петербурге, изучивший прекрасно русский язык, более того, его брат был основоположником русского музея военно-морского флота в Санкт-Петербурге, и вообще военно-морского архива, я имею в виду о графе Жозефе де Местре, а его брат, который очень много сделал именно для русского музейного вида, это Ксавье де Местре. Кстати, Ксавье де Местре, он жил в Санкт-Петербурге и писал по-французски, и достаточно любопытный, он всю жизнь практически прожил в Санкт-Петербурге, практически не выезжая, но писал по-французски и был достаточно известным французским таким вот билетристом, да, то есть живя в Санкт-Петербурге. Вот, ну, возвращаемся к нашей тематике. Так вот, достаточно была ситуация противоречивая во Франции и с участием как раз многих священнослужителей, да, но если больше тридцати ложь возглавляли французские священники, аббаты, кюре, входили в ложи и епископы тоже, крилаты, то есть, не только были, рядовое духовенство, рядового духовенства там огромное количество было, они привлекались, вот. Понятно, что это шло вразрез, это ясно с римско-католическим ученым, потому что вот на тот момент масонства, ну, можно тут определить все-таки два магистральных направления масонства на тот момент, это все-таки христианское масонство, это строгое тамплиерское послушание барона фон Кондо, которое стало затем, ну, перешло затем в шведское масонство, тамплиерское, ну, и, соответственно, в масонство исправлено шотландского устава, это было жесткое христианское масонство, вот. И более того, ведь и либеральное масонство, это различные либеральные ложи, как раз вот под сенью Великой Ложи Франции сначала, а потом, естественно, под сенью Великого Востока. Великий Восток действительно в Франции, он участвовал во французской революции, тут, да, по-моему, это и не скрывается, в общем-то, это можно посмотреть в штаб-квартире Великого Востока, потому что там есть музей в Париже, и это Великим Востоком Франции нисколько не скрывается, вот. И, соответственно, христианское, которое исправлено шотландский устав, значит, вопрос в другом, вот опять мы, вот масоны пришли к власти во время Великой Французской революции, да, откуда они взяли вот систему управления? Потом эту же систему управления у них позаимствовали большевики, но перед большевиками был французский конвент, да, были французские революционеры, все вот эти термины даже, исполком, это идет оттуда, это не из русского, ну, не из русской традиции, вот все термины, которыми потом воспользовались большевики, ну, достаточно искусно, они идут как раз от Великой Французской революции и организации территории, организации территории, вот как была организована территория с органами власти во время Великой Французской революции, опытом ее воспользовались большевики с тем же районированием, ну, понятно, у нас районирование произошло при Иосифе Виссарионовиче Стальной в 1929 году, да, но это было, имело место все тогда, то есть упразднялись прежние графства во Франции, значит, делались новые комитеты, вот эти коммуны, провинции, даже название коммуна оттуда идет, парижская коммуна, это намного, это много лет спустя она была, вот, и у нас все то же самое проходило, но вопрос-то возникает, и, кстати, этим вопросом задается знаменитый французский аббат Борюэль, Огюстен Борюэль в своей книге «Воспоминания об истории якобинства», где он действительно задается, откуда они все взяли, у какой структуры они все взяли, ну, вероятно, это разрабатывалось, вот, как мне представляется, энциклопедистами, и разрабатывалось той организацией, которые мы знаем, существование которой мы знаем, но пощупать ее очень сложно, да, это иллюминатский орден, вот, то, что существует там и называется иллюминатами, но это, конечно, не иллюминаты, это какие-то вот такие вот, да, значит, структуры вывески, которые пытаются себя назвать, чтобы привлечь туда людей, и чтобы, значит, получать с электората, ну, хорошие взносы, вот, это чисто такие коммерческие, да, вот эти вот, то, что в интернете вы видите по поводу иллюминатской организации, вот, на самом деле, что существовало, мне кажется, что первой иллюминатской группы, кстати говоря, это эксклюзив, я говорю, это была ложа девяти сестер, вот, ложа девяти сестер, значит, входили туда первые люди и Франции, и Америки, потом, соответственно, эта ложа, она и, она и многое сделала для государственности Соединенных Штатов Америки, безусловно, безусловно, ну, как известно, любые тоталитарные системы, а во Франции сложилась на тот момент тоталитарная система, когда якобинцы пришли к власти, они вскоре и запретили, да, фронтмасонские ложи, то есть они, благодаря им пришли и вскоре и запретили, вот, кстати говоря, масоны и роялисты погибли в Лионе, потому что они сохраняли, я имею в виду, это масоны, вот, по линии исправленного шотландского устава, вот, которые все-таки идут от строгого тамплиерского послушания барона фон Хунда, очень много погибло тогда в Лионе христианских священников, они были все гильотинированы, кстати говоря, сам инженер гильотен, вот, это очень интересная подробность, сам инженер гильотен, изобретший гильотину, он принадлежал к ложе девяти сестер, интересная, да, подробность, считается замечательным инженером французским, да, вот, гильотен, а в Лионе в 1794 году началась осада Лиона, была облакада Лиона, она буквально полгода длилась, вот, там сопротивлялись традиционалисты, скажем, то есть римокатолики, оставшиеся верные французским монархам и римской католической церкви, и масоны, вот, как раз вот масоны того обряда, который усовершенствовал знаменитый французский, христианский, я подчеркиваю, масон, Жан-Батист Велермоз, трое братьев его погибли под гильотином, после того, как якобинцы взяли Лион, но дело-то в том, что сам конвент, сам конвент революционный прогласил, что Лион должен быть уничтожен, я хочу сказать, что должен быть уничтожен стек с лица земли, а жители города, буржуа лионские, должны быть расселены по, ну, часть уничтожена, а остальная часть должна быть расселены по французским колониям, то есть это французская Гриана и Франца-Африка, так называемая, да, вот, я хочу сказать, в истории это первый узаконенный геноцид, мы говорим, да, мы можем говорить, что там, допустим, во Фоломеевская ночь, ну, папа благословил, но это же не был узаконенный геноцид, правильно, а это уже узаконенный, в общем-то, с печатью конвента, с подписями главных лиц вот этой вот якобинской диктатуры, то есть это узаконенный, и, между прочим, на тот момент город Лион было порядка 7 тысяч зданий тогда, это в 1794 году в Лионе, а удалось уничтожить им десятую часть, то есть 700 зданий они все-таки уничтожили, то есть они начали так действовать, многие храмы, конечно, уничтожили, то есть это был первый такой вот всплеск, вот, наверное, протобольшевистской, я бы назвал это так, наверное, прототроцкистской или просто протобольшевистской ненависти к религии, вот, со стороны, ну, наверное, со стороны тайных обществ, откуда там готовилась, в той же энциклопедической среде, вот, но возвращаясь, да, тогда, естественно, католическая церковь на территории Франции, она, конечно, пережила не самое лучшее время, но, тем не менее, Наполеон, придя к власти, он расправился с различными якобинскими тайными вот этими вот, да, центрами управления, вот, а сам поставил стойло масонства, да, доверив его герцогу де Богорне, значит, несколько послушаний, в общем-то, а сам принял католицизм и вещал, венчался уже как франкский император, да, по чину Карла Великого, то есть он это все отменил и вернул все обратно, да, то есть мы знаем, да, революция имеет как бы свою, вот, да даже по марксизму свое развитие, да, вот как у нас была революция, там, допустим, Троцкий, Ленин, а потом реакция, да, вот я считаю, что такую реакцию у нас было правление все-таки Иосифа Сталина, а во времена французской революции, конечно же, Наполеона, то есть стали восстанавливать то, что нужно было восстановить для государства, вот, да, что касается, конечно же, проникновения вот уже, мы сейчас говорим, да, ну, скажем, о епархиальном духовенстве, да, епархиальном духовенстве, которое, ну, несколько было епископов, прилатов в 18 веке, которые участвовали, участвовали, они не возглавляли ложи, а вот аббаты напрямую были достащимыми мастерами этих лож французских, их было больше 30, ну, кто-то насчитывает 27, вот Ольга Николаевна Четверякова насчитала, но было гораздо больше, по большому счету, вот, некоторые даже, как братья инкогнито, вот, аббаты возглавляли, ну, не хотели светиться, но, тем не менее, возглавляли, и все это поощрялось, вот, именно во Франции в те годы, и, да, а проникновение уже конкретное в римско-католическую церковь уже, конечно, началось различных франкмасонов, франкмасонов уже на системном уровне, да, системный уровень, уже, это тоже системный уровень, но это все-таки уровень полевых работ, я имею в виду, а вот уже в самом святой престол, в римскую корию, это проникновение все-таки связано, все-таки связано с такой фигурой, как кардинал Рамполло, кардинал Рамполло, вообще, надо сказать, что девятнадцатый век, конечно, был век оккультизма, да, вот, на оккультизм девятнадцатого века сыграло, ну, повлияло деятельность бывшего, ну, такого католического аббата Растриги, как Элифаса Леви, на самом деле это анаграмма, Альфонс Луи Констант, да, между прочим, от него идет идея, вот, то, что сейчас мы говорим, то, что сейчас мы говорим об искусственном интеллекте, идею заложил он уже, это в середине девятнадцатого столетия, то есть, все новое, хорошо забытое, старое, это еще раз подтверждается знаменитая пословица, да, это римская пословица, вот, так вот, да, так вот, значит, Вагустен Буррель в начале девятнадцатого, ну, в конце девятнадцатого столетия в Англии, кстати, выпустил несколько томов, мемуары, служащие для истории якобинства, вот, где он обвинил там уже напрямую масонских деятелей в подрыве государственности. Особо хочу подчеркнуть, значит, вниманию наших антисемитов, дело в том, что на тот момент никакого еврейского влияния в европейской жизни и политики не было, ну, разве что, там, Майеромшельд Ротшельд, он сужал свои, значит, капиталы немецким князьям, есенским, да, там, вот, как известно, вот, но он сужал и, в общем-то, да, был будущий ростовщиком, но никакой вот политики системный еврейство тогда не, значит, не отправляло, ну, потому что еврейство было еще, то есть, освободил евреев только Наполеон во Франции, то есть, эмансипация евреев была произведена Наполеоном, и стало быть, мы можем говорить о каких-то каббалистических сектах, ну, условно, да, используясь их с Кабалу, но поскольку Кабалу очень популярна была в франкмасонстве, английском изначально, но это были не евреи, потому что, вот, удивительным образом сейчас, ты знаешь, вот распространяется, опять же, вот эта образованщина, типа того, что англосаксон, англосаксы, которые пришли там на территорию, значит, Северной Америки и стали уничтожать индейцев, и по современным данным, ну, уничтожили больше ста миллионов, я не знаю, кто-то говорит двести, ну, это уже, наверное, перебором, мне так кажется, но сейчас вот есть некоторые философы выступают в кавычках, которые говорят о том, что сами по себе англосаксы евреи, но я это не комментирую никак, это совершенно не имеет отношения, в общем-то, к делу, да, тогда, как известно, что, вот, современное еврейство в основном, оно появилось, то есть, у них один, скажем так, по всем, по всем вот этим генетическим тестам ДНК генеалогии, они происходят, вот, они очень близки к населению Северной Италии, они вот оттуда происходят, потом на Рейн, вот, и ни к каким хазарам они, опять же, не имеют отношения, впрочем, это очень хорошо показал, показали исследования нашего очень глубоко уважаемого Анатолия Алексеевича Клерцева, между прочим, и дело то в том, что сейчас вот цепляются за эти вот некие, там, какие-то, значит, концепции, там, новой хазарии, но это к жизни не имеет отношения, вот, мы можем, народы могут куда угодно как угодно переселяться, но если у этого, у этих народов не будет своего национального государства, то они в течение какого-то нескольких поколений ассимилируются и все, и превратятся, как известно, да, Александр Горович, в Российской империи была самая большая еврейская община, 10 миллионов, я имею в виду при царе Николая Александровича, при Александре третьем, вот, ну, понятно, кто-то выехал, сейчас у нас евреев насчитывается всего полмиллиона на всю огромную большую Россию, а было 10 миллионов, ну, в Российской империи, понятно, там Польша входила, часть, большая часть выехала, конечно, в Америку, потом создание государства, и огромная часть, конечно же, ассимилировалась, в общем, ассимилировалась и стали русскими, украинцами, белорусами, ну, в общем, русскими в целом, поэтому, да, это объективные процессы, с этим ничего не сделаешь, вот, еврейство, оно существовало в замкнутом виде, допустим, да, в своих местечках, в городе Вильно знаменитом, где очень много было, да, вот, оно могло существовать только в замкнутом, когда, с тех пор, как, значит, евреи стали получать образование, они разъехали, все, это уже был шаг сделан к ассимиляции, вот, ну, вернемся, в общем-то, к нашим баранам, вот, я уже сказал об Элифасе Леви, опять же, значит, Элифаса Леви, наши антисемиты говорят, что он был евреем, никакой не еврей, чистокровный француз просто взял, вот, Элифас Леви, у него анаграмма его настоящего, значит, фамилии, Альфонс Луи Констант, отсюда Элифас Луи, Леви, но, да, вот, на системном уровне, на системном уровне, ну, поработал, наверное, хорошо Элифас Леви, потому что все те явления, которые мы знаем под названием «Черной магии», «Белой магии», да, они идут, собственно, от него, кстати говоря, да, и у него, в общем-то, вся и все его, многие из его книг, а написал он огромное количество там, конечно, они все выдержаны, ну, тогда была позитивистская наука, они все выдержаны в позитивном смысле, но многие из его книг уже были переведены до революции у нас, в Российской империи, то есть, читали его, ну, догмы, ритуалы высшей магии, насколько мне известно, перевод был Трояновского, но и ряд других его книг, то есть, этим интересовался народ, и как бы он был достаточно популярен, прожил он не так много, но написал очень много, да, вот, как и другой там оккультист, в какой-то мере его последователь, это Папюс, ну, это Папюс основатель уже все-таки Мартинистского ордена, это нечто другое, можно сказать, это парамасонская служба, но не вполне, так вот, значит, вообще-то проникновение, инфильтрация, инфильтрация, значит, в римской католическую церковь фронтмасонов, она уже была в конце 19-го, в начале 20-го столетия, и связана с такой фигурой, и связана с такой фигурой, как кардинал Рамполу, его еще полное имя Марианна Рампола Дель Тиндаро, он, кстати говоря, происходит из сицилийских дворян, вот, годы его жизни, 1843-1913, ну, конечно, вы, значит, если откроете Википедию, ничего не прочитаете, да, в этой Википедии, он был итальянский курьальный координат, папский дипломат и доктор обоих прав. Секретарь, опять же, по восточным делам священной конгрегации пропаганды веры с 1877 по 16 ноября 1880 года, это очень важно, потому что он принадлежал, кстати говоря, ордену доминиканцев, поскольку, вот, как раз в священной конгрегации пропаганды веры лидирующие позиции занимают именно доминиканцы, да, как те люди, которые вели в свое время святую инквизицию. Потом был секретарем священной конгрегации чрезвычайных дел 16 ноября 1880 по 1 декабря 1882, ну, и так дальше и тому подобное. Дело в том, что он мог бы стать, конечно же, папой римским, но не стал. Кстати говоря, кардинал Рампола 28 августа 1907 года принял в католичество русского православного протеерея Сергия Верегина. Ну, мы здесь, да, это все, как говорится, вехи такой вот, да, приглаженной, вехи приглаженной биографии. Вот. А что мы о нем вообще знаем? Я давно о нем читал, что он был одним из тех, он был одним из тех, кто как раз стоял у основ такого оккультной организации, как орден Храма Востока. Ну, мы, нам всем известно, что, да, вообще-то это как бы организовал вот эту группу оккультную, кстати говоря, парамасонскую группу, это знаменитый оккультист англо-ирландский Алистер Кроули, небезызвестный, да, который оказал очень большое влияние, да на все он оказал большое влияние. Вот. И в его, значит, вот этом ордене, а там было 11 степеней, там были как раз использовались ритуалы сексуальной магии. Совершенно не в символическом плане, понимаешь, это могут в символическом плане на определенных уровнях итальянского, египетского масонства использоваться, но там это в символическом, а у него в реальном плане, в реальном совершенно плане. Вот. Изначально Рампола еще в 19 веке входил в одну из швейцарских лож, в великую ложь Альпины. И вот там, в общем-то, на основании этой ложи они создали, значит, скажем так, исследовательскую организацию. Там еще был Теодор Рейс такой, известный, он был предшественник, значит, исследовательскую организацию Орден Крама Востока. Считалось, что это Орден Крама Востока будет центровой, центральной академией всех вот оккультных, масонских, каббалистических и прочее знаний. Вот. Кстати, эта информация была получена от знаменитого, в общем-то, исследователя тайных обществ Эрнеста Жуэна, да? И, кстати говоря, католика и борца с Ванаквасосом. Кстати, вот этот Эрнест Жуэн, он и является основоположником международного журнала тайных обществ. По-моему, он до сих пор выходит или выходил вот до недавнего времени. Более того, имя кардинала Рамполы, оно присутствует даже в манифесте АТО от 1912 года, опубликованное в Мартинистской. Ну, вот это Мартинистская была газета, некоторые пишут «Арифлэм». Это, в общем-то, периодика, периодический журнал, это не газета, которую издавал сам небезызвестный нам Папюс вместе со своим учителем Антельмом Мишелем, да, которые приезжали в Россию и пытались лечить свое время в 1907-1908 году нашего царевича. Значит, о принадлежности Рамполы, кардинала Рамполы в этой массовской луже, к этому массовскому сообществу, есть свидетельство кардинала Мэри Дель Валли. Это госсекретаря Ватикана, ну, Святого Престола при Пии X. Значит, когда после его смерти были найдены эти бумаги, патенты, масовские патенты и предъявлены Папе Пию X, то тот сказал «Несчастный сожгите». — Несчастный кто? — Несчастный просто он, ну он несчастный, сожгите, то есть было сказано. То есть Папа 50-й, он, кстати, был один из последовательных борцов с франкмассовством, это Папа 50-й. И, в общем, при традиционный, он не терпел. Но другие Папы уже, они, к сожалению, ну и сама Римская Курия, они уже подверглись влиянию вот этих вот разрушительных сил внутри себя. Вот. Но основа, ну, вот тот, кто первый, значит, будучи масоном стал, ведь он мог, дело-то в том, что он мог стать Папой Римским. Но дело, в 1903 году умер, ну, выдающийся Папа Лев XIII, кстати, очень любивший Россию и принимавший в свое время, значит, Николая Александровича, тогда еще цесаревича, да, у себя, любивший Россию. Но дело в том, что Папу Льва XIII отравили. Это известный факт, его отравили, значит, ему подкладывали, ну, уже хрестоматийный факт, ему подкладывали в сахар, он очень любил кофе, очень крепкий кофе, любил и очень сладкий кофе. Ну, такое бывает. А в его сахар подкладывали растолченное, значит, до пыли стекло. И таким образом через некоторое время он в Бозе почил. То есть, вероятно, вот, вероятно, к этой, к этому преступлению имеет, ну, мы высказываем предположение Рампола, потому что Рампола мог стать на тот момент Папой Римским. И тогда бы Папой Римским возглавил вот этот член Академии масонских наук, оккультных наук, как раз кардинал Тиндара, Мариана Тиндара де Рампола. Но этого не произошло. Не произошло потому, что у австро-венгерского императора, когда он узнал о принадлежности Рамполы к франк-масонству, ну, в общем-то, практически открытой принадлежности. То есть, он воспользовался своим ветом, наложил вето на решение конклава кардиналов и был избран Папа Пи-10. Но тем не менее, да, все-таки и при Пи-10 он занимался тем, чем и занимался. Если его имя есть вот в манифесте, а это уже манифест был от имени, этот манифест писал уже Алистер Кровник. Понятно, что в 903 году он еще был достаточно юным таким человеком, но уже практикующим оккультистом. И тогда же действовал знаменитый вот этот английский оккультный орден, орден Золотой Зари, оказавший тоже огромное влияние вообще на жизнь Англии конца 19-го, начала 20-го века. То есть, это было понятно, что это был слом викторианской эпохи, по сути, да? Ну, то есть, да, Виктория, она ушла, но еще какой-то... А это был слом как раз вот викторианской эпохи. И известный факт, что в Англии всегда очень серьезно занимались всеми этими науками, все различные организации, между прочим, к тому же ордену Золотой Зари, ну, а потом уже к ордену Цепь Мириам, это с центра в Неаполе, принадлежала знаменитый англо... значит, австро-герман... ну, австрийский немецкий писатель Густав Майрид. Потому что вся его проза на оккультном символизме как раз с одной стороны ордена Золотой Зари, вот с другой стороны Цепь Мириам. Так вот, значит, это было первое такое проникновение со стороны как раз вот вышеназванного кардинала. То есть, он был практически открытым масоном. Ну, был, да, то есть, он ничего не боялся. И он покровительствовал этим организациям. Надо понимать. Естественно, они хотели видеть там, ну, мировая запурица, хотели в нем видеть уже Папу Римского. Но тогда это не удалось сделать. Ну, а дальше, в общем-то, дальше, в общем-то, развивалось все вот после смерти Пия X. Все развивалось, все существовало традиционное, конечно же, католическая церковь. И дальше все развивалось уже для подготовки Второго Ватиканского собора, да? Вот для подготовки Второго Ватиканского собора, который открылся при Папе Иоанне XXIII. Известно, что он был посвящен в бытность свою послом Нонсе Святого Престола в Стамбуле. Он был посвящен как раз в турецкую розенкрейсовскую ложу. Это известные факты. Но мы, может быть, вернемся уже, значит, не будем компать. Мы, может быть, вернемся на следующей передаче как раз вот ко Второму Ватиканскому собору о влиянии фронтмасонства и различных либеральных сил. Я бы назвал либерального фронтмасонства. Надо отделять все-таки мух от котлет. Масонство, оно не единое, как у нас его представляют там те же конспирологи, да? Вот, например, Ольга Николаевна Четверякова, она представляет его как единое. Я не согласен. Масонство не единое. Но все-таки мы вернемся, значит, ко Второму Ватиканскому собору, к знаменитой фирули, да, Павла Пьер VI, можно сказать, кощунственной фирули, да, это папским посохом. Вот, разберем вот эти вещи, которые, которые были внесены, которые никогда вот этого не было до Второго Ватиканского собору. И, собственно, это хорошая идея. И, собственно, кризис, да, кризис. Мы как раз того и сделаем. Вот, а сейчас, чтобы не отягощать наших зрителей, скажем так, излишней информации, вернее, не то, что излишней, слишком большое количество информации, но у тебя, я понимаю, что ты можешь рассказывать, не прерываясь, там, сутки, двое, трое, через несколько. Ну, да. Огромный план знаний, что поэтому я тебя благодарю за сегодняшнее вот пояснение, ну, к моим каким-то сомнениям. Вот. И до скорой встречи. Да, до скорой встречи. А слушатели могут попротив фигуру, как кардинала Мариана Тиндара Дель Рампола, просто погуглик посмотреть. Я понимаю, что на официальных сайтах там ничего такого не будет, но есть масса англоязычных сайтов, которым можно доверять. Сейчас есть нормальные переводчики, и они там посмотрят и увидят, что это была зловещая фигура. Кстати, о которой практически ничего не говорят. И о которой практически ничего не говорится. И прогнозирование началось с него. Все, я сказал. Хорошо, мой дорогой. Обнимаю. Всего доброго. Обнимаю. Пока-пока.